Двигатель 2,5 дизельный, 136 л.с. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2011 года выпуска. Поездка за камнем. Дороги в лесу еще раскисшие, в этом году поднимался в ту гору первым навстречу стекающим ручьям с фонтанами грязи из-под всех колес. Часть пути, как обычно, преодолевали по лесу. Магнитола 2 Дин. Про внешний вид, функционал и звучание штатной 1 Дин овой магнитолы я думаю говорить излишне. Это недоразумение было решено заменить на настоящее ламповое качество. Если серьезно, первым делом, как и все, столкнулся с проблемой переходных рамок. За две рамки в Иркутске просят 5500. Видится, что это нецелесообразно много за два куска пластмассы ценой в 10 раз дешевле. На Алиэкспресс из-за курса доллара цена стала примерно такой же плюс в месяц ожидания. В итоге купил на Авито за небольшие деньги установочный комплект на Паджироспорт. В установочный комплект входит переходник под магнитолу, верхняя рамка 2 Дин, корпус с кнопками и красным стеклом 1 Дин. Поездка на угольный разрез. Это уже вторая поездка за последнее время. В последний раз ездил зимой на Кии. На фотоэкскаваторы H20-90, экскаватор шагающий, объем ковша 20 кубических метров, длина стрелы 90 метров. Один стоит на ремонте, второй в работе. Вес экскаватора 1740 тонн, мощность сетевого двигателя 2500 кВт, фактическая скорость шагания 80 метров в час. Продолжение следует... Поездка на залив. Пять лет строил дом, и даже не знал, что живу в десяти минутах езды от большого залива ангары. Знал, конечно, что он где-то относительно недалеко есть, но думал дорога к нему отсутствует, лес кругом. Некогда об этом думать было, одна стройка была в голове. И только на прошлой неделе нормальные люди подсказали, что дорога имеется. Как раз для такой машины, как L200. Раньше времени не было, ни до рыбалки было. Теперь немного попроще. Позавчера купил спиннинг на щуку, а вчера двинул по лесной дороге к заливу. Тормозные колодки Брембо. Что фактически изменилось, когда я поставил Брембо на L200? Правильно, ничего. Ошалел я, конечно, когда узнал, сколько стоят оригинальные тормозные колодки. В итоге остановился на Брембах. Покупал в автодоке по оптовой цене. По факту, не скрипят, первые пару дней поскрипели, потом притерлись, подпиливают. Прошло семь месяцев, и около 11 тысяч пробега, сегодня услышал знакомый скрип. Заглянул в суппорт, колодок осталось миллиметр двух, трех. Пылят дико. Вывод, ерунда, а не колодки. Только название громкое. Экокожа Автопилот. Заказывал через официальную группу ВКонтакте, возможно, на сайте. Очень приятно внутри стало. Субтитры сделал DimaTorzok. «Выпал снег. Сижу вчера, думаю, погода вроде ещё хорошая, но, наверное, пора бы уже свапнуть зимние колеса, а то мало ли». И, подпоясовшись, приступил. Пришли передние амортизаторы и пружины. Плюс 50 кг, лифт 2. Назад пока взял увеличенные серьги от Джокера, лифт 2. Здоровые, конечно, по сравнению с родными. Серебристый пластик салона в чёрный мат. Плюс снимаем пластик салона. Давно напрягал серебристый пластик салона. Ну, не нравится, не брутально. Да и качество покраски заставляет желать лучшего. Краска тонкая, царапается, вышаркивается. Хотел чёрный мат. Обзвонил конторы, за перекраску пластика просят 4-5 тысяч. А вокруг все говорят, «крась сам». Досели сам покраской никогда не занимался, но действительно решил попробовать. Забегая вперёд, скажу, что прямо получил удовольствие от процесса. И вот результат, прямо тащусь. «Корректор А.Кулакова» «Корректор А.Кулакова» «Корректор А.Кулакова» Сейчас я запилю полный мануал По установке передних амортизаторов И пружин риф своими силами Думаю многим пригодится И первое что хочется донести Это очень просто Практически элементарно С момента снятия колеса И до его установки обратно У меня ушло примерно 40 минут на сторону Если руки откуда надо справиться Один человек без проблем Но Это не считая перезарядки пружины Перезарядка это отдельная история И обо всем по порядку Объект установки Передние амортизаторы риф Пружины риф плюс 50 кг Лифт 2 Место установки Амортизаторы я поехал ставить В небольшой город в 150 км от Иркутска Что потребуется для установки Масляный домкрат Из штатной комплектации автомобиля Набор ключей и головок само собой Вороток под головку как на фото Великая вещь Позволяет одним пальцем Открутить практически любую гайку Если не позволяет То одеваем на него трубу подлиннее И тогда точно открутится Труба мне не пригодилась Итак вперед были установлены Аморты и пружины риф После чего морда поднялась вверх А зад остался внизу Для лифта задней части У меня были заготовлены Удлиненные и усиленные серьги Серьги напомню покупал у Джокера 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 Субтитры сделал DimaTorzok